Здравствуйте и добро пожаловать в курс по изучению бухгалтерского учета на производственном предприятии ООО «Плюшка». В сегодняшнем уроке мы с вами рассмотрим, как отражаются нематериальные активы в программе 1С Бухгалтерия. Откройте, пожалуйста, свою рабочую тетрадь. И в рабочей тетраде вы увидите, что у нас «Плюшка» получила от ООО «Веб-студия» исключительные имущественные права на использование сайта стоимостью 59 тысяч рублей. Как отразить данную операцию? Это у нас будет нематериальный актив, потому что исключительное право и стоимость, соответственно, 59 тысяч. Поэтому мы будем отражать как нематериальный актив. Для учета нематериальных активов в программе есть отдельные документы, которые находятся на закладке «НМА». Точно так же их можно вызвать через верхнее меню «НМА». Здесь они идут уже с списком. И первый документ, который мы с вами оформим, это документ поступления «НМА», то есть именно поступления сайта. Нажимаем «Добавить». И контрагент у нас ООО «Веб-студия» по договору 5. Добавим этого контрагента. Мы сразу можем сюда договором и поставить, отредактировать. И сразу исправим, что это у нас договор с поставщиком, поскольку ООО «Веб-студия» у нас поставщик. И далее переходим в нижнюю часть документа. Здесь будем заполнять уже нематериальный актив. Нематериальный актив – это исключительное право использования на веб-сайт. И нажимаем «Ок». Выбираем наше исключительное право. Здесь мы сумму можем поставить в НДС. Сумма у нас составляет 59 тысяч, счет фактура номер 5. И введем счет фактуру. Тоже все проверяйте, чтобы все данные были заполнены верно. И после этого мы можем посмотреть проводки. Вот у нас две проводки. Разделился НДС и сумма без НДС. И можно нажать «Ок». Все документы в данном случае вам дает поставщик. То есть ничего распечатывать отсюда не нужно. Далее нам нужно отразить затраты на регистрацию доменного имени. Данные затраты будут включаться в стоимость сайта. Но никакого отдельного документа для отражения затрат по нематериальным активам в программе нет. Поэтому мы сделаем с вами вручную. Ручную операцию. Операции вручную у нас вносится либо через верхнее меню операции, операции, введенные вручную, либо через закладку предприятия, нижнюю часть операции, введенные вручную. С вами мы наносили уже аренду автомобиля, как вы помните. Поэтому сейчас мы просто добавляем и назовем данную операцию затраты на регистрацию доменного имени. Счет у нас будет 0,8,5. Мы затраты собираем на данном счете. Выбираем наши исключительные права. Здесь больше ничего не заполняется. И счет кредита у нас будет, здесь мы возьмем 60, как расчеты с поставщиками. В принципе, можно взять и 76 счет, как прочие расчеты. И здесь нам нужно указать нашего нового контрагента. Это O-TimeWeb по договору 40. Запишем, перейдем на закладку «Считай договоры». Здесь изменим, что это у нас договор 40. И опять у нас это поставщик, потому что нам услуги оказываются. Поэтому ставим, что это поставщик. Соответственно, здесь уже можно выбрать этот договор и указать сумму. И после этого мы можем нажать «Ок». И наша операция будет занесена, соответственно, в наш журнал операции. То есть теперь мы можем уже посмотреть вот здесь проводку на 500 рублей. И последнее, то, что нам нужно сделать с этим сайтом, это принять его к учету. Принятие к учету у нас отражается отдельным документом. Называется «Принятие к учету NMA». Находится на закладке NMA, либо вызывается из верхнего меню NMA. Давайте добавим наш документ. Выберем здесь наши права. Мы их уже отразили. Это у нас B26 счет, потому что это все-таки сайт. Больше к администрации относится. Далее нажимаем «Рассчитать сумму». Обратите внимание, у нас сумма рассчиталась вместе с нашими затратами. То есть у нас была сумма, стоимость сайта 50 тысяч без НЗС, и плюс еще 500 рублей у нас были затраты на регистрацию. То есть они тоже включились. Способ мы его купили, можно сказать. Срок 50 месяцев. Способ начисления амортизации линейный. Счет мы возьмем на 0,5 начислять. Налоговый учет. То же самое рассчитать сумму и срок 50 месяцев. Далее мы можем провести наш документ и посмотреть проводку. Здесь тоже печатных форм нету вообще никаких, потому что вообще по нематериальным активам, вы уже, наверное, знаете, унифицированных форм практически нет, кроме карточки. Учеты нематериальных активов в НМА-1. Здесь ее почему-то не отразили. Нажимаем «Ок». Вот так в программе 1С Бухгалтерия отражается поступление нематериальных активов. Продолжение следует. Продолжение следует...